Заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону проходит сегодня в верхней одежде. Все потому, что обсуждать проблемы юга было решено на юге, а именно в городской библиотеке. Чиновники и руководители управляющих компаний на себе испытывают участь южан, которые до сих пор живут без отопления. Кто в этом виноват, до сих пор ответит на этот вопрос сложно. Коммунальщики занимаются промывкой, но главный инженер новой энергетики Надежда Сидорова посетовала на то, что осуществляется она недолжным образом. На что главный инженер МУП ЖКХ Полевское Григорий Еременко ответил. Ограничения по промывке в основном это пропускная способность нашей хозбытовой канализации. Она вот такая, больше я открыть не могу. То есть вчера вечером, конечно, было побольше открыто, но, во-первых, мы те спускники, которые открыты, вынуждены были ограничить подачу через них. Иначе у нас вплоть до того, что было вероятное затопление КНС номер один. То есть КНС у нас не управлялась с водой, поэтому мы в вечернее время уменьшили расход через вкусники. Другого выхода не было. Надежда Сидорова пояснила, что если промывка будет выполнена плохо, то запускать котельную будет нельзя. Иначе она в короткий срок выйдет из строя. Надежда Валентиновна сообщила, что котельная к запуску готова, но при определенных условиях. Ждем газ и ждем чистую воду из сетей. То есть при такой грязи, которую вчера вы видели, запускаться это убийство для котельной. Ждем газ. Это означает, что на момент заседания штаба у новой энергетики не заключен договор на поставку газа. Вот и получается, что одни до сих пор не выполнили промывку надлежащим образом, а у вторых на данный момент нет газа, чтобы запустить тепло. Председатель Думы Полевского городского округа Илья Кочев уточнил у руководства МУП ЖКХ Полевское, смогут ли они выполнить промывку при такой пропускаемости канализации. Григорий Еременко заверил, что промывку они сделают. Апрессовка когда будет? Запланирована на завтра на утром. Завтра утром. То есть это у нас получается 27-е. То есть 27-го, то есть завтра запускается тепло. Да или нет? Должны запускать. Нет, должны запускать, я понимаю. Это вопрос другой. Это самое, если мы завтра опрессуем, после этого еще дома заполнять должны? Дома-то не заполняют. Когда жители получат тепло? В 27-е, в 28-е, в 29-е. Вы мне срок скажите, понимаете? Такие пока... Когда заполнится, это не ответ. Жители требуют конкретно. Дату запуска тепла все же озвучили. 28-е сентября. Правда, с пометкой ориентировочно. А значит, никаких гарантий, что отопительный сезон в южной части города начнется на этой неделе, пока нет. Это при том, что уже не первые сутки столбики термометров за окном находятся ниже 8 градусов. Если отопление в южной части так и не появится, то должна вмешаться прокуратура. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.